Больница МИД России. Это федеральное лечебно-профилактическое учреждение, много десятилетий пользуется популярностью у жителей нашего округа. Здесь сильный медперсонал, широкий спектр медицинских услуг и практически санаторные условия пребывания. А в этом году больница ждет перемен. Запланированы ремонты в отделениях, благоустройство территории и, конечно, техническое переоснащение. Государство нам выделило значительные суммы на приобретение нового оборудования. Это будет ультразвуковое новое оборудование, рентгенологическое новое оборудование. И в связи с этим будут применены новые методики. Об одной из этих методик сегодня и расскажем. Новая она не только для больницы МИД, но и для всей страны. А чтобы познакомиться с ней, ехать далеко не надо. Больница находится в поселке Юность. Карбокситерапия. Инновационная технология лечения сосудов, суставов, позвоночника с помощью подкожного введения углекислоты начала применяться в больнице МИД. Достаточно сказать, что первую процедуру здесь провели только на этой неделе, 13 мая. Карбокситерапия родом со знаменитых чехословацких курортов Карловой Вары. Методику так и называют – газовые карловарские уколы. Появилась она еще после войны, но долгие годы была закрыта для остального мира. Аппараты были запатентованы. Метод карбокситерапии основан на введении в определенные рефлексогенные или акупунктурные точки углекислого газа – СО2. Хирург из больницы МИД Нурислам Салимжанов испытал его на себе, когда лечился в Карловых Варах. Буквально после третьей-пятой процедуры почувствовал эффект. Была проблема с коленным суставом. Буквально исчезли боли при ходьбе, исчезла хромота. То есть эффект был налицо. Так у доктора появилась цель внедрить технологию в своей больнице МИД. А тут как раз у Чехов закончился патент, и аппараты стали доступны всем желающим. Впервые в этом году эти аппараты стали поступать в Россию, поэтому при первой же возможности приобрели. Это давление показывает вообще в емкости. Здесь давление, под которым подается непосредственно пациенту через аппарат. Вот он подается в дозированное. Доктор Салимжанов называет преимущества газовых уколов. Безопасные, нетоксичные, без хирургического вмешательства не вызывают эмболизации. Процедуры проводятся амбулаторно. За один сеанс обкалывается один или два сустава. Улучшается поставка кислорода окружающим тканям. Сама кислота снимает болевой синдром, уменьшает мышечный спазм, ну и вот улучшает эластичность кожи. Эта методика, конечно, у нас в больнице будет применяться. В основном это при лечении заболеваний вен, варикозной болезни, посттромботической болезни. Особенно будет эффективна при лечении трофических язв. Для улучшения именно лимфатического кровообращения при лимфостазах она тоже очень эффективно снимает отек. Но в первых, во вторых стадиях очень эффективна будет методика при лечении заболеваний артерии. Это облитерирующий атеросклероз, значит, при микроангиопатиях, особенно при у больных с сахарным диабетом. Сейчас очень активно взялись за использование этой методики при сосудистой патологии урологи, при ректильной дисфункции. Вообще сфера применения карбокситерапии значительно шире. Незаживающие раны, остеохондрозы, рубцы, а еще косметология. При введении этих газовых уколов у человека под кожей улучшается процесс экологеноза, за что ухватились наши косметологи, пластические хирурги и стали активно очень применять. С точки зрения непосредственно медицинского применения карбокситерапии Россия только в начале пути. Но можно сказать, что больница МИД вошла в это направление одной из первых. Клиническое применение у нас еще только начинается. Активно применяется методика клиники Разумовского, это клиника позвоночника в Санкт-Петербурге. Открыта восточная школа карбокситерапии под руководством Ганна Зеленковой из Словакии. Наша больница хочет предложить населению Щелковского района и всем окружающим нас регионам попробовать эту методику и получить эффект. Доктор наук Салимджанов, он этот метод освоил, он имеет на это право, он имеет лицензию.